Прошло более четырех лет, как Министерство экономики Белоруссии и Китайской корпорации КАМСЕ договорились о строительстве технопарка на территории Белоруссии. Указом президента Белоруссии Александра Лукашенко от 5 июня 2012 года о китайском белорусском технопарке определены основные параметры инвестиции. Технопарк будет располагаться на территории более 8 тысяч гектар вблизи аэропорта Минск-2. Это около 25 километров юго-восточные города Минска. Для этого создано закрытое акционерное общество с капиталом 60% от китайской стороны, 30% от Минской городской администрации и около 10% от белорусской компании «Горизонт». Строительство будет длиться около 30 лет. В работе будут привлечены около 120 тысяч китайских и около 30 тысяч белорусских рабочих. За это время здесь будут построены жилищные комплексы, производственная инфраструктура в передовых областях, биомедицина, электроприборостроение и другие, в зависимости от пожеланий инвесторов. А производимую продукцию реализовать на экспорт страны СНГ и Европы. Выйдя на проектную мощность, Технопарк произойдет продукцию на 30 миллиардов долларов, а через 30 лет и на 50 миллиардов долларов, что где-то в 4 раза больше, чем нынешний бюджет Республики Беларусь. Для сравнения, бюджет Республики Беларусь на 2014 год составляет около 12,5 миллиардов долларов. Но это все пока проектная документация, разработанная администрацией Китайско-Белорусского технопарка. Реальные, осязаемые, простыми людьми вещи в этой истории стало пока что символический камень, открытый официально с участниками китайских и белорусских сторон 19 июня 2014 года вблизи деревни Быкачино, на котором написано «Китайско-Белорусский технопарк». Для этого уже было вырублено участок леса размером двух футбольных полей. Сосновый лес составляет основное покрытие территории будущего технопарка. С этого камня должно бы начаться новый, конкретный этап строительства Китайско-Белорусского технопарка. Определены задачи, параметры инвестиций, указом президента Республики Беларусь. Однако это не значит, что нет никаких вопросов в этой истории. Вопросы были, есть и, наверное, еще будут. Еще в начале подготовки плана технопарка первыми, которые забеспокоились, последствиями были экологи. Экологическая организация «Кодомец Белоруссии» собрала первые 300 подписей от местных жителей об инициировании местного референдума, об переносе места строительства технопарка. Отправлено письма с запросами государственным органам для разъяснений. Мы занимаемся мониторингом, мы занимаемся проверкой работы законодательства, каким образом мы пишем запросы, проверяем проекты, запрашиваем информацию о проектах, которые планируются реализовать здесь. И смотрим, каким образом мы можем получить информацию и распространить ее для общественности, проверить безопасность и законность строительства, приостановить, возможно, уничтожение ландшафтов, заказников, как в данном случае с технопарком. И просто проверяем, в том числе, как работает законодательство в сфере доступа общественности, доступа граждан к экологической информации, как работает Орховская конвенция, которая расифицирована в Белоруссии. И в случае китайского технопарка мы провели независимую экспертизу этого проекта и получили заключение экспертов, сделали аналитику и возбудили в том числе общественное слушание по этому поводу. И, ну, в общем, мониторим ситуацию сейчас. Понятно, что крупные инвестиционные проекты, которые приносят или которые обещают Белоруссии большие доходы, не могут быть остановлены небольшой группой общественности. Сейчас такие механизмы в Белоруссии не работают, к сожалению, как в Европе, когда общественность может возразить, может собрать подпись, может устроить референдум, и тогда инвестиционный проект не будет реализован. Если он не удовлетворяет требованиям общества и природоохранному законодательству, ну, в Белоруссии это пока невозможно. Поэтому какие-то вещи, которые мы можем делать, это, не знаю, искать системные ошибки в законах, публичить их, делать отчеты и информировать общественность о том, что происходит. Потом к ним присоединились и гражданское движение «Говори правду». Она защищала права местных жителей в этой истории, которые боялись потерять местожительство в этом районе. Мы выбрали такую форму, которая, в принципе, сейчас, там, народную, которая сейчас работает «Говори правду», как гражданский договор. Это значит, что мы работаем только с теми граждан, которые к нам сами обращаются. Потому что это позволяет потом снимать вопросы, когда, как это было потом, кстати, в рамках этого кейса с китайским технопарком, когда говорят, а кто вас вообще полномочия, кто вас вообще позвал заниматься нашими правами. После этого мы, грубо говоря, как милиция, если не знаем, вот у нас есть заявление, заявление какого-то гражданина, хотя бы одного гражданина, получат группу граждан, которые живут в этом регионе. После чего мы, там, ясно, что это, там, не адвокатство, это какой-то договор. Для нас это уже звучало аргументом, что нас позвали граждан. Мы не просто так приехали в ваш район или в ваш город для того, чтобы научить вас жизни и не помочь. Потому что, когда поможет, кто-то не зовет, то, наверное, может, они не нужны. В случае с этим технопарком к нам обратились дачники, потому что это наиболее такая интересная группа лиц, в отличие, кстати, от местных жителей деревень. Дачники – это минчане. Эти минские дачники, которые с нами работали, в их возрасте от 30 до 60 лет, в среднем, там, 40-50. Многие из них уже бывшие чиновники на пенсии, которые получали эти участки. И там очень много кооперативов стилевых, от МВД, от заводов, от министерств, которые получали эти дачи. Нет, там не было настроенных супрахоромов, там как раз такие люди, которым нравилось, то есть объездили почти все кооперативы эти дачные, которым нравилось просто обработать. И они однажды просто увидели проект того, что как сапог, форма сапога будет технопарк располагаться прямо на их территории. Проблема, на которой, наверное, которая бы дала вам сразу какой-то козырь, это то, что власти вообще не информировали людей. То есть не то, что даже общественное слушание. Когда люди просто узнали по факту о том, что здесь собираются строить какой-то проект. Потому что я помню даже свою реакцию, когда мне принесли какую-то газету этого района и показали вот этот проект. Я даже не поверил. Я подумал, что это просто бред, потому что не бывает, что такие большие проекты резко отпускали и говорили, вот мы начнем строить буквально завтра. Экологам, общественным организациям не удалось приостановить или поменять место строительства технопарка. Зато, по их мнению, они смогли обратить внимание населению, общественности и государству на проблемы, которые возникают в связи со строительством технопарка. Нарушение природной среды, изменение демографической ситуации, загрязнение водных ресурсов и другие. А главное, считают экологи, они добились, что правительство пошло на некоторые изменения в первоначальном проекте. Правительство обещало не трогать населенные пункты и дачные участки, попадающие на запланированную территорию. Что мы находим дальше? Мы находим переписку между посольственниками Белоруссии в Китае, между министерствами, когда мы видим просто форсирование проекта. Мы получаем на руки, собственно, проект, указок президента по технопарке, который должен быть подписан. И если брать наши достижения, которые, как я сказал, минимальные, но, наверное, вообще зависит от проекта, то, что, если брать, что наши клиенты были эти дачники, которые, у них тоже не было у них консолидированной позиции. Кто-то хотел просто, чтобы их сносили, кто принципиально был против, чтобы в радиусе 60 метров что-то от них строили. Они получили эту гарантию, и власти на этом сами стали потом играть, и до сих пор говорят, что ни один дачник, ни один человек, который работает в сельском хозяйстве, не будет выстрелиться от этой территории. То есть минимальная точка, если брать наши результаты, она такая. То есть были эти клиенты-наждающиеся, конечно, нам там цель максимума была, в принципе, не допущение этого проекта. Но если посмотрим, как сейчас, то только пару дней назад только заложили первый камень. По мнению экспертов, экологов, журналисты, некоммерческие организации и население должно продолжить обсуждение проблем. Ну, что должны делать журналисты, это довольно-таки само собой разумеюще. Если журналисты просто должны об этом больше писать, писать, опрашивая различных экспертов, представляя различные точки зрения, просто провоцировать какую-то большую дискуссию в СМИ, в региональных СМИ, в национальных СМИ, может быть, даже в международных СМИ. Что касается общественников, то здесь немножко более такая широкая тема. Понятно, что я думаю, что они будут дальше работать как с местным населением, так с населением прилегающих регионов, с тем, чтобы проводить дальнейшее общественное слушание, с тем, чтобы дальше как-то развивать механизмы общественного участия, того, чтобы жители этого региона могли больше и лучше выражать свое мнение. Насколько состоится этот проект в действительности, как нам его представляли, или не состоится, наверное, сейчас довольно-таки тяжело сказать, потому что, насколько мы слышали, объявлен временной период в 30 лет, довольно большой жизненный отрезок, поэтому пока, мне кажется, довольно-таки тяжело сказать, в какой именно форме и в каком именно варианте реализуются, слишком много каких-то других вариантов. На самом деле, довольно типичная ситуация, которая развивается не только в Белоруссии, или в Молдове, или в России, практически во всех городах мира на протяжении последних многих лет, нескольких буквально лет, наблюдается заметное усиление активности гражданского населения, городского населения, но также иногда и населения из более маленьких городов в области отношения к крупным инфраструктурным проектам. То есть каждый раз, когда заявляется какой-то новый крупный проект, это может быть дорога, это может быть завод, это может быть какое-то предприятие, это может быть еще какой-то крупный объект инфраструктуры, Очень часто население местное по тем или иным причинам выступает против. Эту ситуацию мы видим действительно в очень разных странах мира. Официальная власть вынуждена прислушиваться и в будущем к мнению общественности. Беларусь подписала Международную Орховскую конвенцию. Появляется возможность общественности доступ к информации и так далее. Спасибо, хороший вопрос. Вопрос. Сложность реализации права общественности на участие в принятии подобных решений состоит в том, что такие технопарки состоят из огромного количества объектов, каждый из которых в своем направлении развивает деятельность. И на момент создания парка мы не видим конкретных объектов, мы не видим резидентов парка. Мы видим только зоны, которые будут потом заполняться вот этими резидентами. А вот это зонирование, то есть оно обсуждается. И надо сказать, что в случае, например, обсуждения нашего планируемого китайско-белорусского индустриального парка, например, общественность обратила внимание на некорректное расположение полигона ТБО на территории вот этого парка, которое там повлекло бы за потом негативные последствия, в том числе и для окружающей среды. Но это можно было на той стадии, пока можно было только вот эти генеральные какие-то моменты увидеть. То есть мы не видим только, когда будет уже список резидентов, только тогда уже можно будет говорить о конкретном обсуждении, конкретной деятельности. Еще одна проблема, которая, как правило, сопутствует созданию таких технопарков, это, как правило, парки инновационных технологий. То есть здесь две проблемы. Во-первых, в Орхусской конвенции, в приложении, то есть в пределах нашей компетенции, в Орхусской конвенции, в перечне приложения 1, не содержатся такие объекты. Соответственно, мы не видим прямого требования конвенции по участию общественности в их обсуждении. И второе, что в мировой практике еще не накоплено достаточно опыта по влиянию таких объектов на окружающую среду и здоровье человека. То есть нет еще достаточно большой выборки данных, которые мы бы могли судить, а соответственно и проводить оценку воздействия на окружающую среду. По словам Ольги Захаровой, вопрос о доступе общественности к строительству китайского белорусского технопарка будут обсуждаться и на заседании стран Орхусской конвенции в Амстердаме в июне 2014 года. Этот вопрос белорусская сторона выносит на пятое совещание сторон Орхусской конвенции. То есть, во-первых, как нам применять процедуру участия общественности, которую нам дает Орхусская конвенция в отношении такого вида деятельности. И, в принципе, это инициировать не только белорусская сторона, это уже звучало и от Норвегии, но в поездку дня именно по инициативе белорусской стороны этот вопрос был вносил. Сейчас в Минске. Сейчас в Мастерске. Сбудутся или нет самые грандиозные экономические планы Белоруссии с привлечением китайских инвестиций, покажет время. По мнению экологов, экспертов, важно, чтобы за эти экономические достижения Беларусь не заплатила слишком дорогую цену в ущерб будущих поколений. Они беспокоятся, что более 8 тысяч гектар лесных и луговых территорий в будущем уже не будут похожи на белорусский ландшафт. А на улицах Белоруссии будут встречаться все больше белорусов с китайской внешностью. Ведь 120 тысяч китайских рабочих, которые будут строить в течение 30 лет китайский белорусский технопарк, и по белорусским меркам считается большим количеством населения.